Служба МЧС, слушаю вас. Видите, открытый огонь, Подгородская, 14-21, правильно? А там что горит, жилой дом? Жилой дом, понял вас. А люди там есть, подскажите. Именно такой диалог ведет диспетчер Центра оперативного управления с теми, кому пришлось столкнуться с бедой или стать ее очевидцем. Грамотная и последовательная линейка вопросов, лаконичная, но убедительная консультация, ежесекундное отправление пожарной техники и службы скорой медицинской помощи. Таков сценарий реальной картины. Диспетчер это в первую очередь тот, кто берет на себя так называемый первый удар. Он первым узнает о том, где произошла беда. От слаженности, от оперативности действий диспетчера порой зависит не только исход пожара, но и жизнь человека. Оценив ситуацию, диспетчер дает сигнал. По информации абонента, он делает вывод о том, сколько единиц техники следует отправить на место происшествия. Каждая секунда может стать решающей и стоить чьей-то жизни. Ответственность, профессионализм и слаженность работы всего коллектива – основополагающие факторы в деле спасения людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сложно, ответственно. Нужно быть профессионалом с большой буквы, таким как Владимир Шелеев, чтобы справиться со всеми задачами одномоментно. Но сотрудники структуры доказывают, что на них можно положиться. О профессионализме нашего героя говорят его заслуги. Благодаря оперативности и грамотному подходу к делу, спасателям удалось вовремя ликвидировать пожар по улице Селиной. Подробности происшествия мы озвучивали не так давно. И это далеко не один показательный случай. Правда, деятельности диспетчер постоянно решает самые разные задачи. Диспетчер должен быть в первую очередь стрессоустойчив, не проявлять своих эмоций, должен быть подготовлен к любой ситуации. То есть любой звонок, начиная от человека, который оказался под завалами, либо на месте пожара, как пострадавший, заканчивая любым заявителем, который проявляет какие-то, может, даже неадекватные реакции, то есть угрожает каким-то суицидом или просто требует милицию. На счету Владимира Шелеева не одна тысяча обращений. За шесть лет работы в профессии доводилось сталкиваться с самыми разными случаями. Каждому позвонившему свой подход, говорит герой. Человеческий фактор здесь играет не последнюю роль. Психолог по образованию Владимир Шелеев говорит, что знания в этой области помогают в деле. С каких просьбах, да, экстрападантных, как вы себя ведете, что отличается? Ну, каждая ситуация, она абсолютно индивидуальна. То есть к каждому звонку нужно подходить сугубо по-разному, потому что ты чувствуешь, кто это заявитель, мужчина, женщина, тембр его голоса, интонация, как он с тобой беседует, спешит, либо достаточно рассудителен, какую информацию, скажем так, в кавычках от него можно выводить, всю полезную для нас, для того, чтобы оценить обстановку, которая там сложилась, нужны ли там вообще подразделения МЧС. Звание лучшего по профессии Владимир Шелеев завоевал в прошлом году. В 2015-м успешно подтвердил. На республиканском конкурсе он с блеском прошел ряд испытаний. Тесты, проверку правовых актов и даже знания посредством связи, особенностям их эксплуатации и техническим характеристикам. Хорошо показал себя в решении практических задач и владении английским языком. Специалист своего дела смело заявляет, республиканская награда, подписанная министром МЧС Республики Беларусь Владимиром Ващенко, не последняя в его копилке. В планах совершенствование профессиональных навыков. Такое стремление уже говорит о многом. Это говорит о том, что да, в первую очередь у нас работают только профессионалы и лучшие в республике. Конкурс, я вам скажу, что он сложный. Даже вот для подготовленного человека это сложный конкурс. Он состоит из различных этапов, в том числе и иностранный язык, общение на иностранном языке, действия в случае чрезвычайной ситуации, разговор, то есть и психология разговора с человеком. И представляете, это один человек, который должен знать такой обширный, иметь такие знания. Свой успех в профессиональной деятельности сам Владимир Шелеев объясняет просто. Взаимопомощь и отзывчивость коллектива – вот то, что помогает решать даже самые, на первый взгляд, непосильные задачи. И пока слаженность – главные условия общего дела. Ситуация в городе будет стабильной. Терпение. Достаточно сложная у нас работа. Эмоционально не выгорать. Я имею в виду именно диспетчеров. Потому что достаточно сложно бывает не переносить на личную жизнь, на семейную жизнь вот эти эмоции, либо какие-то случаи в бытовом плане. Ну и хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать семейного благополучия, здоровья в первую очередь, что самое важное. Ну и больше радоваться жизни. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.